Итак, коллеги, сегодняшнюю тему вы довольно все рассмотрели Маятниковая система физической аналогии эксперимента Наш докладчик Петров Александр Георгиевич С каждой теоретической механики и одновременно прикладной механики Не прикладной, а проблемной механики И еще, как я понимаю, тут есть садокладчик? Нет, есть садокладчик Ну, он поможет, так скажем Хотя, можно и представить Он, так сказать, в команде в Мале Я его представлю потом тоже Хорошо У нас коллектив Значит, сформировался Я уже работаю тут пятый год, по-моему И вот у меня, значит За это время образовалось довольно много учеников Значит, Шундырюк Вот Михаил Мирославович Он сейчас аспирант третьего года А обратился он ко мне Когда был еще студент второго курса Блончук тоже со второго курса начал работу со мной А Володин совсем молодой Он сейчас студент второго курса На первом курсе мы уже с ним сделали публикацию Вот Володин перед вами Он вот со мной сделал две публикации Ну, вы его, наверное, знаете И вот теперь, значит, я буду уже непосредственно рассказывать Какие задачи, которые мы будем изучать Ну, сначала, значит, мы будем рассматривать Маятниковую систему Маятниковая система подразумевается, значит Система материальных точек Или твердых тел Соединенных между собой шарнирами Вот И, значит, это может быть система Ну, в данном случае нарисована система Трех степеней Даже, ну, если плоская задача То это, значит, скоба получается степень Свободная Со связи В общем, даже мне сейчас попробуем рассказать Скоба Если плоская, то плоская задача Да То-то, значит Два угла Один угол А, ну, на три угла Три степени сон Тремя углами Мы ее можем определить Ну, вот И вот эта маятниковая система Подвержена вибрации Вибрация двумерная В данном случае Ну, может быть и трехмерная Если делать Вот эта вот маленькая стрелка Да Высокочастотная вибрация Вот надо описать эту систему Подействие высокочастотной вибрации Ну, есть для этого Даже в книжке Ландау Механика Значит, раздел Где, значит, описывается подход Который был предложен капицей Который проводил Одни из первых экспериментов у нас По вибрации вертикальной Маятника И он, так сказать, поднимался вверх При достаточно высокой частоте вибрации Ну, вот он предложил теорию Как это все описывать Так вот, если мы будем апеллировать К уравнениям и осреднять их То система, если у нее много Число степеней Большое количество степеней свободы То она все равно будет сложная И после усреднения Вот Она будет проще, чем изначальная Но все равно сложная для того, чтобы изучать Положение равновесия Усредняем мы вот По времени По времени Быстрых Да Ну, вот есть методы Двухмасштабных разложений Там всякие и так далее Так вот, я считаю, что это все-таки Неэффективно Таким способом Проводить усредники У нас на кафедре же тоже что-то подобное Используется Потому что, когда рассматривается задача Дрейфи частицы Славления однородным магнитного поля То мы тоже усредняем по быстрому вращению Да И оставляем уже уравнение Для медленного движения Совершенно верно Вот это Как и то же самое Да, это способ Двухмасштабных разложений Но Если система У нас Гамильтонова То Можно предложить Более эффективный И более простой способ Если работать не с уравнением А именно с функцией Гамильтона Вот оказывается Значит Какие курсы? Пятерый Первый Первый? Ну раз есть первый То что такое функция Гамильтона Лучше сказать Но функция Гамильтона Это сумма Кинетической И потенциальной Энергии системы Грубо говоря Так Выраженная Через обобщенные координаты Да Через координаты И Ну Специально вводятся Импульсы Так вот Значит Вот Такая функция Значит Сразу позволяет Писать уравнение И вот Если уравнение Записано В виде фунта Через функцию Гамильтона То уже Мы можем Только апеллировать К функции Гамильтона Так вот Функция Гамильтона Изначально Когда задача У нас Бестационарная Не стационарная Задача Она зависит От времени А если Зависит От времени То Задачу Эту Тяжело Изучать Тут нет Теоремы Например О сохранении Энергии А вот Если нет Времени Функции Гамильтона То у нас Сохраняется Гамильтониан То есть Идум Да Вот Хотя бы Это А потом Если Гамильтониан Представляется В виде Квадратичной Формы По координатам И Квадратичной Формы По импульсам То Значит У нас Мы можем Теорему Лагранжера Получить Аналог Теоремы Лагранжера Значит Для устойчивости Этой системы А если Вообще У нас Значит Квадратичная Форма По импульсам Плюс Потенциальная Энергия Зависящая Под координат То Значит Мы Можем К этой системе Применять Теорему Лагранжера Устойчивости Этой системы А вот Для нестационарной Задачи Это нельзя Теорем Так вот После усоединения Мы как раз Получаем Систему В которой Есть Кинетическая Энергия Квадратичная Функция По импульсам И Потенциальная Энергия Которая Зависит Только От Обобщенных Орденов Значит Как провести Усреднение Вот Если У нас Высокая Частота Вот Это Омега Там Р с точкой Зависит От Омега Р с точкой Это Скорость Вибрации Значит Р с точкой Зависит От Омега Тето Омега Это Частота 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 Много Больше Чем Собственная Частота Этой Маятниковой Системы Ну Собственная Частота Частота Юнгерс Характерная Частота Частота Юнгерс Для Маятниковой Корень Из Ж Делить На Ж А Нет Из Ж Делить Корень Из Ж Делить На Р Так Вот Значит Осреднить Очень Просто Оказывается Вот Исходное Системетическое Вот Она Пишется Таким Образом Это Значит Кинетическая Энергия Материальной Точки Плюс Еще Вектор Вибратор Вот Скорость Каждой Массы И к ней Надо прибавить Скорость Этого Вибратора Значит Получится Скорость В абсолютной Системе Координата И вот Их надо Сумму Квадратов Посчитать Получится У нас Квадратичная Форма По Скоростям Обобщенным Линейный Член Ну и Член Который Зависит Только от Его Кстати В уравнении Магранжа Этот член Не войдет Его можно Вообще Выпросить Ну и Вот Теперь Если мы Осредним По Периоду Если у Нас Вот Эта Периодическая Функция То Вот Этот Член Функции Лагранжа Би На П Ж Би У нас Производная По времени Интеграл По периоду От этой Функции Ноль И у нас Останется Смотрите Какая Соединенная Функция Будет Простая Значит Квадратичная Форма По импульсам И Функция Которая От импульсов Независит Вот Эти Два Члена Они От импульсов Независит То есть Можно сказать Так Что мы Превратили После этого Осреднения Вместо Кинетической Энергии Вот этих Колебаний Получили Добавку Потенциальную Вот Эта Энергия Вибрационная Энергия Которая И Заставляет Маятник Менять Своё Положение Равнодин То есть И для Маятника Капица Вот эта Кинетическая Энергия Превосходит В его Родную Потенциальную Энергию Так что В итоге Получается Не превосходит Она сравним С ней Эффективный Потенциал Уже Перевед Да Который Маятник Заставляет Раскачивать В такой Маятник Капица Все в курсе Да Вот это Вот как раз А тут Обобщение Маятника Капица Значит Мы можем Изучать Эту систему Равновесие Устойчивости Задача Сводится К изучению Экстремума Вот этой Общей Суммарной Вот этой Потенциальной Энергии То есть Функции Которые Зависит Только Координат Система Вот и все Задача Значит Существенно Упрощается Не надо Значит Никаких Уравнений Решать Дифференциальных А изучать Просто Экстремум Функции Это называется Существенно А если В одной Плоскости То это Классический Плоский Майк Значит Две Степени Свободы У этого Майк И вот Задача Задача О том Как найти Положение Равновесия Если Есть Вибрация Это Задача Решалось И она Так сказать Известна А мы Ставим Обратную Задачу Вот Задано Положение Равновесия Какую Какой Вибрацией Мы можем Сделать Это Положение Равновесия Устойчиво Вот Такая Задача Была Поставлена В Ум И было Сказано В принципе Как ее Решать Значит Задача Сводится К изучению На Минимум Функции Двух Перемен Ну Функция Довольно Сложная Если Сфильических Координатах Ее записать Она Довольно Сложная И значит При заданном Положении Равновесия Два Уравнения Это Необходимые Условия Экстремума Получается Сложная Система Я думал Что Он Будет Решать Чисто Но Буванчук Правда Сказать Четвер И он Получил Аналитическое Решение Довольно Что Низ Не Выходит Ну Получил Очень Простое Решение Этой Задачи Вот Ту Эффективную Вибрационную Энергию Которую Из Средних Квадратов Вибраций Составных Ну И вот В таком Симметричном Виде Если записать Вот эту Вибрационную Энергию Добавить К ней Обычную Потенциальную Энергию Получается Надо изучать На максимум На минимум Ну Довольно Простую Функцию Которая Квадратично Зависит От Радиуса Нет Ну И Конечно Он Это Все Решил Вот Главная У него Идея Была Преобразовать Эту Вибрационную Виду Не Сферических Координат Так Записать Ее Как Все Обычно Пишут А вот Именно В таком Виде Оказывается Это Лучше Проще И Сразу От Вибрация Должна Быть И Вот Вектор Направления Вибрации С Определяется Вот Такой Простой Альфа Тут Произвольный Параметр Для Устойчивости Надо Его Починить Ограничение Следующий Раз Ну Разогнались Мы Значит Дальше А Нельзя Ли Это Решить И Для Двойного Май Такую Задачу То Задано Два Угла Для Двойного Май Такая Вибрация Будет Его Отвесете Вы Всегда Верхнюю Точку Отвес Да Только Верхнюю Можно Вот Этой Точкой Подвеса Сделать Это Положение Устойчиво И Тоже Решение Получено Аналитическое Ну И Вот Задача Свелась К Экстремуму Вот Такой Функции А Это Угол Направления Вибрации Значит Нужно Найти Вот Этот Угол Направления Вибрации И Амплитуду Вибрации Вот Это Средний В квадрат Отнесенный Ж Вот Два Параметра Из Двух Уравлений Экстремум Ну И Вот Эту Задачу Аналитически Решили Вот Следующий Слайд Пожалуйста Вот Решение Которое Получил Буганчук Я Формулы Писать Не буду Тут Видно Все На Чертеже Значит Вот Видите Область Двух Угул Тета 1 И Тета 2 Которые Определяют Положения Все Положения Равновесия Тета Меняется Каждый Угол Тета Меняется От Минус Пи До Пи Ну И Вот Получается Значит Что Положение Равновесия Только Заштрихованная Параллелограмма А Белые Параллелограммы Это Те Области Где Нельзя Добиться С помощью Вибрации Положения Равновесия Оказывается Ну Двойной Маятник Конечно Трудно Стабилизировать Не все Положения Можно Стабилизировать Только Вот И Вот Тут В ней Зона Устойчивого Равновесия Она Еще Меньше Вот Она Темным Зеленым Цветом Там Значит Вот Эта Эффективная Потенциальная Энергия Име Минимум Следующий Слов Ну Вот К сожалению Тут Значит Верх Верха Нет Ну Я скажу Просто Значит Теперь Вот Мы Дальше Подходим К изучению Тоже Динамики Гарнитоновых Систем Методом Нормальной Форки Вот Есть Такой Метод Который Был Предложен Для Дифференциального Уравнения Коанкаре Значит Коанкаре Предложил Значит Решать задачу Таким образом Значит Если есть У вас Равномесие В системе Вот Дана Система Дифференциальных Уравненная И есть Автономная Автономная Система Дифференциальных Уравненная Не значит Что такое Автономная Система Дифференциальных Уравнений А? Или как? Не обращать Мне на это Внимание Или обращать Не зависит Да Значит Правые части Дифференциальных Системы Дифференциальных Уравнений Не зависят От времени И Ну Ноль Предположим Является Положением Равновесия Что это значит Сейчас Если Нули Подставить Правые Час То Будет Так сказать Решим Так вот В окрестности Нуля Если Делать Разложение То у нас Будут Линейные Члены В правой Части Поток Квадратичные Кубичные И так далее Вот Значит Оказывается Можно Систему Эту С помощью Замет Упростить Максимально Возможно Так Что Система Будет А А Сейчас Учит Ну Она Очень Сильно Упростится И Вот В Гамильтоновой Системе Значит Тут Еще Надо Исхитряться Чтобы При таких Заменах Гамильтоновая Система Превращалась В гамильтоновую И И вот Когда Эта Нормализация Проводится То При нормализации У нас Появляется Дополнительный Интеграл И вот Если Система С двумя Степенями Свободы Автономная То У нас Имеется Один Интеграл Интеграл Движения Сохраняющий Семья Сохраняющий Семья Да А вот Второго Нет И Система Не интегрируется И Так сказать Она Сложна А если Вот Нормализовать То Появляется Движение Что значит Интеграл А интеграл Это Функция Которая Сохраняется В силу Уравнения Движения Записать Это Можно Вот В таком Виде Как Я записал ДФ По ДТ Это Так сказать Полное Производное По времени В силу Уравнения Движения Записано Функция От координатов И импульсов И мы должны Диференцировать Эту функцию Она еще От времени Зависит А сейчас Им образом По времени Еще учесть Что Q и P Зависит От времени Тоже А Q с точкой И P с точкой В силу Уравнения Движения Через уравнения До скорей Если что Новый Да Да Ну вот А Q с точкой Если тут все писать То конечно Это Значит У нас Q с точкой Равняется ДН А П с точкой Равняется Минус ДН Вот это Уравнение Домельтона Так вот Если вы Потребуете Чтобы вот эта Функция Сохранялась В силу Уравнения Движения Вам надо Продиференцировать Ее Как сложную Функцию Учитывая Что Q Зависит От T И P Зависит От T В силу Уравнения Движения Значит Это будет ДС По ДК Плюс ДС По ДК ДС По ДК На Кусточки ДН По ДК А тут Минус ДФ По ДК Точно так же На ДН По ДК И вот эта Конструкция Вот эта Конструкция Она называется Скобкой Пуассона И вот Обозначается Фигурными Скобками Х Ф Вот скобки Пуассона У вас очень часто Будут Теоретические Физики Встречаться И в теоретической Механике Наверное В теоретической Физике Тоже они бывали Да? В основной Программе Да Ну вот Так вот Это вот Если Такое Уравнение Выполняется То это Значит Что F Есть интеграл Уравнение Движения А Оказывается Вот С помощью Замены Переменных Вот Такое Выражение H0 Плюс F Если F содержит Малый Параметр Эпсил С точностью До Эпсила Квадрат Можно Привести К такому Виду Что Вот это Возмущение Будет Интеграб И ДФ ПДТ Будет Равной Замена Переменных Это Находится Тоже Довольно С помощью Простого Параметр И Таким Образом Мы Можем Получить Асимптатическое Решение Гамильтоновой Системы Даже Неинтеграб Случ Но Это Будет Не точный Интеграм А Симптатичный Точный 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 Т Т Эпсил Или Т Эпсил И Вот Следующий Слайд Я показываю Как Решаются Такие Задачи Вот Мы Приходим К Задаче О Маятнике На Пружине Или Это Называется Колеблющаяся Пружина Что Такое Колеблющаяся Пружина Это Материальная Точка Подвешенная На Пружину Вот Если Мы Ее Оттянем Она Начинает Колебаться Вот Вы Видите Что Колебания Если Оттянуть По Вертикали Они Так По Вертикали И Будут Продолжаться Потому Что Эти Колебания Можем Доказать Что Они Устойчив Если Вы Малое Отклонение По Воризонтали Не сделаете То Так Сказать Никуда Не Едет Система Она Так И Будет Подвешивать Колебаться Но Есть Случай Когда Будет Они Будут Не Устойчивы А Этот Случай Значит Вот Вертикаль Длина Май Какова Что Колебания С частотой Югенса По Горизонтали В два Раза Меньше Частота Их Чем Колебания По Вертикали Которые Определяют Супругость Вот Мы Такую Длину Подобрали И Тогда Получается Что Вертикальные Колебания Неустойчивы А Куда Развитие Неустойчивости Приведет Эту Система Оно Приводит В другой Модель Начинает Колебаться Система По Горизонтали Вот Тут Видно Колебания По Вертикали Переходят Колебания По Горизонтали И Это Еще Не Все Что Интересно Вот Плоскость Колебания Вы Посмотрите Вот Она Плоскость Колебания От Меня До Скинка А Теперь Вот Через Следующий Период Посмотрите Куда Плоскость Эта Приведет Она Изменяется Эта Плоскость Колебания Вот Получилось Изменение То Есть Плоскость Колебания Повернулась На Мех Дальше Сейчас Опять Будут Вертикальные Колебания Потом Будут Горизонтальные Колебания И Плоскость Еще Изменится Плоскость Колебаний Еще Изменится Вот Как Описать Это Явле А Как Еще раз Надо Подобрать Длину 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 Подобрать Так Чтобы Частота Югенса Корень И Ж На Э Была Равна Двум Частотам Обращаетесь Сделать Одну Установочку Тут Сделать Штангу Такую И Чтобы Были Крутильные Колебания И Тоже Подобрать Частоту Один Двум И Тогда Будут Вертикальные Колебания Переходить Крутильные Одновременно Закатывали Физики На Лаборатории Когда Штука Была Скрутильная Немали Была Да Ну Вот Что Интересно Значит Что После Нормализации Которую Я Говорил После Так Сказать Проведение Вот Этой Нормализации Можно Систему Асимпатически Проинтегрировать Эту И Получится Решение Аналитическое Вот Аналитическое Решение Очень Простое Значит Р Т Будет Косинус Но Он Будет Модулироваться Функцией Р Т Р Т Это Амплитуда И Вот Она На Графике Вторая Второй График Р Т Показ Значит Колеба Ага Это Огибающая Ну Или Амплитуда Амплитуда Которая Зависит От Прик А Зависит Она Значит Находится Из Закона Сохранения Вот Сумма Квадратов Амплитуд Вот 4 Р Квадрат Значит Зависит Квадрат Это Энергия Вертикальных Колебаний А 4 Р Квадрат Это Энергия Хоризонтальная И Сумма И Конечно Ухраняется Энергия Захраняется И Вот Отсюда Мы Можем Найти Если Р Оттоизвестно Находится З Р И Вот Она Выражается Вот Элементарной Функцией Вот Такой Вот И Интересно Что Плоскость Угла Колебаний Вот Эта Видите Угол Плоскости Колебаний Все время Тоже Меняется Причем Он Меняется Вроде Бы Скачком Происходит Понимаете Поворот Когда Маятник Совершает Вертикальные Колебания И У Системы Нет Хоризонтальной Они Очень Малые Они Не Видны Но В это Время И Происходит Плав Плоскости Колебаний Поэтому Мы Этим Видим А потом Они Развиваются Когда Переходит Вертикальная Мода В горизонтальную Мы Видим Что Произошел Плав Так Вот Этот Угол Он Находится Вот По простой Формуле Она Тоже Найдена Тета 1 Равна Арктангенс 2 Рекс Лан 1 А там Делится Рекс Лан 1 Квадрат Минус Эпсилон 2 Что Такое Эпсилон 1 Эпсилон 2 Значит Дельта Это Отклонение По вертикали Но Дело В том Что Мы Никогда Не Можем Четко По вертикали Отклонить Майдер У нас У нас Всегда Есть Погрешность Так Вот Эпсилон 1 Это Погрешность По оси Х В горизонтальной Майдере Она Очень Маленькая Она Меньше Дельта А Эпсилон 2 Это Кинетический Момент Который Тоже Мы Придаем Майдер В начальный Момент Случайно Мы Отклоняем Но Случайно Придаем И горизонтальный Отклонение И кинетический Момент Вот От них Все И зависит Вся Перед Перекачки От этих Случайных Отклонений Следующий Пожалуйста Слайд А вот Теперь Что Интересно Значит Оказывается Эта Задача Физики Очень Распространенная А маятник Это Есть Лишь Иллюстрация Простейшей Такой Системы Которую Можно Науку Пронаблюдать А вот Например Система Более Сложная Кузырёк Газовый Если Он Будет Колебаться В Жидкости При Изменении Давления Если Мы Внешнее Давление Изменим Он Начнёт Колебаться Так Вот У него Есть Моды Еще Деформационные Значит Если Никаких Резонансов Нет Между Модами И Радиальной Частотой То Просто Будут Радиальные Колебания Так же Как И Матур А если Есть Резонанс Один к Двум С какой-то Воды То То Начнётся Перекачка Энергии Радиальные Моды Колебаний В Какую-то Соответствующую Деформационную И Вот Этот Анализ Вановский И Сделал Он Значит Получил Уравнение С учетом Вот Этой Деформационной Моди И В резонансе Получил Ну Следующий Слайд Пожалуйста Вот В резонансе Он Получил Значит Вот Тут Показана Седьмая Деформационная Вода Значит Когда Раскладываешь По Сферическим Функциям Деформацию Значит Они Определяются Разложением Ну Типа Ряда Фурьи Вот Вы Конечно Ни Сферических Функций Ни Ряда Фурьи Не Знаете Ещё Да В общем Вот Можно Так Вот Представить Деформацию По Всяким Вот Этим Модам Так Вот Оказывается Когда Перекачивается Энергия У Бружинки То Амплитуда Горизонтальной Моды В два Раза Больше Вертикальной Это Находится Из-за Консохранения Энергии Значит При Одной И той Ж Энергии Энергии Вертикальной Моды Будет Равна Энергии Горизонтальной Моды Если Амплитуда Горизонтальной Моды В два Раза Больше Вертикаль Ну Это Легко Значит Вы Сами Можете Задачку Так Упишите А Вот Для Пузырька Там Хитрее Ситуация Чем Выше Мода А Что Такое Мода Вот На следующий Слайд Покажите Это Различные Моды Колебаний Пузырька Вот Это Эллипсоидальная Так Называем Мод Смотрю Или Это Не Эллипсоидальная Продвама Это Что Эллипсоидальная Эллипсоидальная Да А почему Она Так Выдевает Если Эллипсоидальная Слишком Ушутрирована Нарисована Ну В общем Вот Это Различные Моды По Сферическим Функциям Значит Которые Показывают Деформацию Но Седьмой Куб Моды Не изображено Да Вот Для Которой Мы Показываем Да Но Моды Еще Присоединенных Присоединенных Всяких Вот Показано Значит И вот Чем выше Мода Тем Больше Коэффициент Вот Это Отношение Амплитуд Когда Происходит Перекачка Ну И это Понятно Потому Что Расталкивать Жидкость Сферическому Пузырьку Труднее Чем Тоненькой Маленькой Модой Растягивать Так Сказать Тонкую Нить Энергия Так Сказать Она Конечно Меньше Затрат Ну И вот Следующий Слайд Пожалуйста А Нет Перед Эти Перед Эти Вот Напрашивается Вывод Как Так Сказать Раздробить Пузырек И Какой Пузырек Будет Дробиться Вот Он Будет Дробиться Как раз По Соответствующей По Соответствующей Разнообразной Разнообразной Модой И Так И Наблюдается Действительно Пузырьки Родятся Самым Разнообразным Модорожем То На Два То На Три То На Пять Частей То На Кучу Все Это Зависит Видимо От Этого Резонанса Следующий Показ Частота Колебания Частота Колебания В моде От Углитуды Не Зависит Линейная Не Зависит Конечно От Радиуса Пузырька Вот Один Пузырек Он Раздробится Если Попадет В резонанс По Второй Моде А Поменьше Пузырек Он Может По Три От Радиуса Зависит Каждый Пузырек Резонансное Соотношение Когда у вас Растет Амплитуда Колебания Не Продолжаем Раскач Нет От Амплитуды Ничего Не Зависит Это Линейная Задача Задача Сам Пузырек Линейный А Сам Пузырек Вот Мы Учитываем Для Резонансных Соотношений Это Уже Линейная Задача Но Сам Резонансное Соотношение Оно Получается Из Линейной Задачи Амплитуды Вообще Частота Зависит Слава Она По квадратам Линейные Члены Не входят Поэтому Тут Очень Славная Зависимость А Значит Из Линейной Задачи Мы Определяем Ту Моду Которая В резонансе Для данного Пузырька И Значит В эту Моду И будет Перекачиваться Энергия И По этой Моде Может Произойти Дробь Вот Как Так А зачем Дробить Кузырьки Ну Всякие Проблемы Технологические Бывают Бывает Что нужно Чтобы Были Пузырьки Очень Мелкие В системе Вот Например Во флотации Используются Пузырьки Вот Аквариум Рыбки Видели Там Всегда Так Сказать Потом Для чего Пузырек Он На себя Ассорбирует Всякие Собирает На свою Поверхность Мюзор Всякий Там Микроскопический И выносит Поверхность Вот так Применяется Происходит Очистка Чем Меньше Пузырьки Тем Они Агрессивнее К Примеся И тем Больше Они Могут Примеся Этих Всяких Вредных Веществ Следующая Задача Вот Это Резонанс Ферми Вот Что Интересно Значит Вот Если Мы Рассмотрим Спектр Молекулы Углекислого Газа То Вот Углекислый Газ Из себя Представляет Симметричную Такую Систему Значит Там Углерод Атом Углерода И два Атома Кислорода И там Казалось бы Одна Частота Колебаний Ну и Поэтому Должна Быть На Спектре Вот Эта Частота Значит И Будет Гаситься Когда Значит Это Самое Спектр Поверху Да А у Него Две Близкие Частоты То есть Происходит Расщепление Частота Ну это Казалось Физиком В 30-е Годы Очень Удивительным Фактом И На это Обратил Внимание Ферми Энрико Ферми Завенитый Физик Альярский Ну Объяснил Это Явление Как раз Резонанс Но С помощью Квантовой Тюм Это Это Так сказать Известно Эффект Ферми Резонанс Ферми А мы Сейчас Вот это Попробуем Объяснить С помощью Нашей Тружинки Молекулы Молекулы Субтитры Да А мы С помощью Тружинки Следующий Пожалуйста Значит Вот Как Объясняется Вот Модель Обычная Так сказать Пехотическая Модель Молекулы Ну Конечно Она Грубая Но Все Таки Наверное Что-то Она Неопределение Значит Вот Масса Углерода Они Притягиваются Значит Вот Атомы Кислоты И Есть положение Равновесия Около положения Равновесия Могут быть Колебания И Эти колебания Происходят С частотой Которая На спектре И Определяется А почему Появляется Другая Частота А дело Что Если Посмотреть Частоту Вертикальных Колебаний Этой Системы То При Соответствующих Соотношениях Между Массами Получается Что Вот Эта Частота Вертикальных Колебаний Вертикальные Вы что Называете Ну Вот На чертеже То Что На чертеже Сверху Или снизу Снизу Вот Снизу Показано По оси И Вот По оси И Колебания То есть Отклоним По оси И А там По оси Икс Отклоним Вот Если Они Соотносятся Один К другу Частоту То У нас Получается Как раз Вот Эта Пушина То То есть Колебания Коризонтальной Моды Переходят Вертикальные И поэтому Значит Периодически У нас Происходит Вот эта вот Перекачка Энергии И этот процесс Периодически Пушина А мы Видели Что Как Описывается Вот Этого Колебания Оно Модулируется Низкочастотной Функцией Синус Дельта Т Синус Это основная Частота Вот Которую Мы видим Аспекты Но Она Модулируется Вот Амплитуда Меняется Примерно Как Синус Дельта Т А Дельта Маленькая Много Меньше Чем Амир Ну и вы Из школьной Из школьной Геометрии Знаете Что Вот Это Произведение Раскладывается Вот Такую Сумму И мы Видим Что Происходит Две То есть Это Сумма Двух Частот Которые Отличаются Друг от друга Очень Немного Вот Это И есть Расщепление Частот Которые Объяснял Ферми С помощью Квартовой Частот Это Мы Видим На спинке Две Частоты С отклонением Дельта Дельта Так Следующий Пожалуйста Ну А Вот Это Вот Тоже Интересный Эффект Маятник Фуко Значит Еще В позапрошлом Веке Фуко Французский Механик Он Он Предложил Наблюдать Вращение Земли С помощью Маятника Значит Земля Вращается Наш Маятник Будет Колебаться А Земля Так Сказать Будет Вращаться И поэтому Мы будем Относительно Земли Видеть Что Маятник Отклоняется Плоскость Его Колебаний Отклоняется Но мы Рассмотрим Эту Задачу В нелинейной Постановке И вот Получается Интересная Вещь Значит Если Мы Проведем Нормализацию И Решим Эту Задачу С учетом Квадратичных И кубичных Членов Уравнив Я Маятник Квадратичных И кубичных То есть Очень Точно Не только Линейная А квадратичные И кубичные Так вот Что получится Значит Если Если Во-первых Вот тут Вот есть Параметр Параметр Угловой Скорости Земли Омега Большой Видите Это Омега Большой Это Угловая Скорость Вращения Земли Фи Это Широта Значит Максимальный Эффект Фуко Он На северном Порюсе Будет Когда Фир Омега Питал На экваторе Его не будет Ну это Очевидно Так вот Если У нас Нет Вращения Земли Вот это Олега Равно Нулю То тогда Мы что Получаем Значит Вот А2 Равно Нулю И получается Просто Эллиптическая Орбита Орбита У Майки Ну это Обычный Сферический Майки Если Мы его Отклоним Сферический Майки То он Будет Вообще Говоря Двигаться По эллиптической Орбите Потому что У него Небольшой Может быть Кинетический Майки Так А куда Съехал Ну вот Так вот Это Надо Учесть Когда Мы Изучаем Майки Фуко Эллиптичность Орбиты Вносит Погрешность В Наблюдаемый Вот этот Эффект И вот Смотрите Что Получается Значит Вот Смотрите Тут Вот Матрица Поворота С частотой А2 Она Определяет Прецессию Что такое Прецессия Прецессия Это когда У вас Эллиптическая Орбита Вращается Небольшой Скорость Вот Главные Ощи эллипсы Вращаются Да Главные Ощи эллипсы Вращаются Вот это Мы и Наблюдаем Это Это и будет Так сказать Эффект Вращения Земли И вот Это первое Слагаемое Вот Частота Этой Прецессии Определяется Первым Слагаемым Олегом Сигур Но Нелинейный Эффект Еще Вот Дает Это Слагаеме Янга Ихсмоль Игрик Моль Элик И вот Смотрите Чтобы Эффект Маятника Фукон Наблюдать Надо Конечно Чтобы Вот Эта Погрешность Связанная С площадью Эликс Была Много Меньше Ну Например 10% Давайте Потребуем Чтобы она Была 10% От Эффекта Фукон Но Мы Видим Что Вот Эта Величина Обратно Пропорционально Длине Маятника В степени 5 Вторых То есть Чем Больше Длина Маятника Тем Это Слагаемое Меньше И тем Лучше Наблюдается Решение Это Неустранимая Погрешность Она Так Сказать Маленькая Так Вот Поэтому И добиваются Значит У нас Первый Майтик Фуко Демонстрировался Вы знаете Как В Исакиевском Соборе Высота Длина Майтика 90 Метра Больше 90 метров 92 Так Вот Мы Потребуем Чтобы Вот Эта Погрешность Была 10 Процентов Тогда Нам Надо Вот Х Это Большая Полуочия Ипсел Майтика Фуко В Исакиевском Соборе Она Была 2 Метра Так Вот Чтобы Была Погрешность 10 Процентов Надо Чтобы Поперечное Отклонение Эллиптической Орбиты Было 3 Сантиметра 3 Сантиметра 2 Метра 3 Сантиметра В маятнике Который Демонстрировался В Исакиевском Соборе Там Вместо Материальной Точки Был Свинцовый Шар Радиусом 10 Сантиметров Примерно А то 15 Если я так Точек Не буду Примерно 15 Сантиметров Наблюдать Отклонение 2 Сантиметра Для такого Шара Очень Трудно Вот Вы Отклоняете Там Значит Как Вы На 2 Метра Отклоняете Этот Свинцовый Шар И Отпускаете Но Когда Вы Отпускаете Вы Немножко Его Толкаете Куда И Увидеть Что Там 2 Сантиметра Вы Очень Трудно Проследить Поэтому Иногда Получалось Так Что Отклонение Не в ту Сторон Получается Вот Это Я Вот Сам Замечал Когда Был Исаки В Лондоне Вот Я Был Политехническом Музее Лондона Там Значит Демонстрируется Тоже Майдика Вот Дина Майдика 73 Сантиметра И Там Нужно Уже 2 Сантиметра Чтобы Иврик Нож Поперечная 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 Так Вот Там Они Хитрее Сделали Видимо Они Это Теория Лей Либо Знали Либо Я Не знаю Они Не шар Вежим У них Не шар А диск Тонкий И поэтому Когда он Колеблется То видно Что по прямой Линии Он колеблется Диск Прямо четко У них По прямой Линии Поэтому У них Действительно Вот эта Погрежность Меньше 2 Сантиметра У них Четко Отслеживается Эффект Поперечная То есть Еще За счет Сопротивления Газит Ну Сопротивления Тут Мало Мало Так Сказать Главное Вот Эта Неустранимая Погрешность Которой Я Говорит Что Прецессия Зависит Не только От эффектов Ухо А еще От нелинейного Эффекта Нет Если этот диск Начнет Прецессировать Тогда У него будет Явно Действовать Вог Аэродинамической Ну Это да Конечно Тут Немножие Может быть Наоборот Они специально Сделали Они сделали Для этого Но погасили Еще одновременно Чтобы Аэродинамической Силой Подделывают Вращение Любли Ну В общем Вот эта Погрешность Надо учитывать При демонстрации Так вот Смешной Совершенно Маятник Теперь установили В московском Прямой Длина Маятника 16 метров Исаки Вы знаете Что уже Службой Занимается У нас Так сказать Религия Уже На первом месте Стала А на утро Здорово А может быть Уже И на 10 А что Чудные Дела Господь Непри Показать Да Поэтому Значит Вот Наука Уже Вот так Поэтому Проводят В московском Планетаре Что они Там Меряют Смотрите Длина Маятика 16 метров Амплитуда 1 метр Малая Половость Должна Должна Быть Менее 0,8 Миллиметра Как добиться Чтобы Такое Микроскопическое Отклонение В принципе Я думаю Если Серьез Взяться То Я думаю Можно Да Какое Серьез Они берут Руко Вот как Я Пружинку Эту Отклоняю Так И они Я тоже Майки Отклоняю Там же Никаких Механизмов Нет Магнит Вот Если Они Магнит Электрокатушку Какую Мы сделали Правильно А то И там Мужик Стоит Верк И пошло И Прецессия Может Зависеть Как раз Не от Эффектов А от Магейного Эффекта И может Вообще Магнит Прецессировать Другую Строну Так что Сходите Вот В этот Московский Повестан И покажите Что у вас Ещё В другую Сторону Закрутите Его Чуть Чуть И всё Вот Следующий Пожалуйста Слав А вот Это Вот Недавно Собственно Ну Задача И так Уже Совершенно Очевидная Но уж Очень Много Значит Об этом Пишется В интернете Космонавт Джарибер Когда Вернулся Из своего Полёта Знаменихого Где-то Лет Двадцать Назад Он Значит Произвёл Сильное Впечатление На аудиторию Рассказав И показав Фильм Что вот Какой он Навлюдал Значит Вот Этого Гайка Марашек Когда Когда он Её Свинчивал С Длинного Такого Винта С нарезкой Он ударял По ушку Она Свинчивалась И в невесомости Дальше Продолжало Вращение И Движение С поступательной Скользкой И потом Через Некоторое Время Она Переворачивала Направление Оси Свами Вращения Потом Дальше Двигалась Опять Переворачивалась И так Вот Но С точки Зрения Теоретической Механики Тут Никакого Открытия Нет Почему Сейчас Я Значит Вот Смотрите Что Получается Значит У нас Это Случай Эйя Так Называется Движение Твёрдого Тела На Которого Момент Внешний Не действует Это Свободное Движение Твёрдого Тела Около Центром Масс У него Сохраняется Квадрат Кинетического Момента И Сохраняется Кинетическая Энергия В глазах Закона Сохранения Написан Х Иг Иг З Это Компоненты Кинетического Момента Но Кинетический Момент Сохраняется И в Пространстве Закон Сохранения Кинетического Кинетический момент сохраняется в пространстве. А вот оси тела меняются в пространстве. И вот как описать, как меняются оси тела? Это угол надо найти. Вот оси нус тета – угол между кинетическим моментом и осью ОВ. Вот оси нус тета – это и есть у, деленное на к. Как найти, как зависит этот оси нус угла от времени? Ну, если мы, значит, геометрически изобразим эти два закона сохранения, то вы видите, что первое уравнение – это геометрическое место точек сфера. А второе уравнение – геометрическое место точек сфера – эллипсоид. Эллипсоид-то вам давали уже с тремя сября? Был такой? Нет, а вообще эллипсоид и нация на первый курс прожил походиться. Нет, а сам эллипсоид, геометрическая фигура эллипсоид. Ну вот, так вот, нам нужно найти пересечение этих двух фигур – сфера и эллипсоид. Эллипсоид – это плюс утре сферы. Так вот, пересечение – это и будет траекторией вот этого кинетического вектора, кинетического момента в осях твердого тела. Если мы закручиваем вот этот теоретический момент около малой оси, с малым динамическим моментом, вот ось Ди, или с большим ось Кси, то эти движения устойчивые, они будут при малом отклонении близки к окружности, около полюсов, эллипсоид. И там ничего происходить не будет, там мощь не будет. Только почему-то спутники, в общем-то, большие, для обычащих, нам не было больше. Большие были с малым. А если с малым, то? И с малым. Ну, это не верно. Вот, значит, теория говорит, что либо с большим, либо с малым. А вот со средним, со средним, это уже будет неустойчивое движение. И что интересно, значит, ну, вам будут рассказывать на втором курсе, значит, траектории эти находятся в эллиптических функциях. Так называют, это не элементарные функции, а в эллиптических функциях находятся решения. А вот если мы будем двигаться по сепаратрисе, вот есть такой случай пересечения эллипсоида и сферы. Это вот называют сепаратрисы. Это просто будут две плоские траектории. Две окружности плоские. Вот эти, по этим двум сепаратрисам движение описывается вот такой простой формулой. Точно. Осинус тэта равно тангенс гиперболический альфа тэ, где альфа зависит от осей инерции, от моментов инерции. А в эллипсоида, от разных моментов инерции. И кинетического момента. Ну и если у нас чуть-чуть от этого направления будет начальное отклонение, случайное, то будет движение происходить по траектории вот этой МН, так, близкой к сепаратрисе. Вот видите. И она, так сказать, пойдет от полюса В, полюсу В' потом вернется обратно и так далее. И описываться будет это, то тангенс альфа тэ, то есть, не вернется, перевернется и так и останется. Нет, она так и будет. Она же симметричная, это сепаратриса. То есть, не сепаратриса, а эта вот орбита. Она же там идет, она до полюса, не до полюса. Вот эта орбита, она там, значит, вот я тут нарисовал. Значит, вот они, самые сепаратрические траектории, если развернули. Вот это вот сепаратрисы. Движение по сепаратрисам, оно отличается таким свойством, что в центре сепаратрисы точка двигается бесконечно долго. Она по сепаратрисе туда никогда не попадет. Вот видите, тангенс альфа тэ, вот никогда в единицу не обратится. А вот если мы отклонимся отсюда, ну тут склейка. Вот это склеивается с этим. Да, склеивается. Эта точка склеивается с этим. Правильно? Конечно, склеивается. И вот по сепаратрисе, если мы двигаемся, то вот таким образом мы двигаемся. Все-таки не по сепаратрисе, а рядом с ним. Рядом, да. Вот. Чуть-чуть при малом отклонении, а точно так, в узел этот мы никогда не попадем. Потому что если нам повезет, и мы сдвинем нашу систему строго по сепаратрисе, тогда она перевернется и обратно перевернется. А можем ли мы строго? Вот тут показано, что вот этот период альфа тэ ноль зависит от параметра мю, который определяется отклонением угловых скоростей. Вот у ноль направлено по главной оси цв, а п и р перпендикулярно. Так вот, если мы вот этот параметр вычетим, и он будет очень маленький. Там 10 минус 10. Предположим, да? Под логарифмом это будет 5-10. Конечное число, которое наблюдается. И этот период, так сказать, не будет астрономически большой. Он будет на несколько секунд, все равно. То есть что, Жанебекову повезло, что для него, что у него была такая гайка, что ее оказался как раз в промежуточный момент. Да, да, да. Относительно осилим. Конечно. Так вот по ее форме так и не догадаюсь, что он промежуточный. Да, он промежуточный, действительно. Мы как раз посчитали, вот в этой работе я, Володя, дал задание. Значит, смоделировать это твердое тело с помощью цилиндра, значит, цилиндра, и к нему приделать две лопанки. И посчитать момент инерции этого объекта. Он вот посчитал, и сказать, и все получилось промежуточным. Ну и вот эта статья опубликована в докладах Академии наук. Я думаю, что теперь, по крайней мере, можно будет людям показывать, что Земля не перевернется у нас, как они говорят. Да, а то там, да, деньги, проекты даже. Вот как так сказать, сделать так, чтобы Земля у нас не перевернула направление вращения оси. Так что вот. Ну, понимаете, сейчас дело в том, что время в науке шарлатан. Много шарлатан, которые, так сказать, такие проекты псевдонаучные проталкивают, и из-за них они получают деньги хорошие. А вот если мы проекты свои подогием, скажем, что ничего такого особенного не будет, это случай Рейлера, Рейлер 300 лет назад это все изучил, нам никакие деньги не подошли. Давайте следующую лекцию проведем про тему, как с шарлатанами бороться. Ну, вот надо в интернете такие вот статьи, наверное, как-то помещать. Статьи тут как бы не помогают. А статьи не помогают. Потому что тот метод, который использует интернет, ну, например, расчет всяких индексов цитирования, а в последнее время и измерение знаний с помощью ЕГЭ, он как бы приводит к обратному результату. Ну, получается, что Дженни Беков обеспечил вам хороший видеоролик с очень наглядным примером вот этого классического решения. Вот случай Рейлера. А можно тролик показать? Ой, вы не видите. Ой, есть он у меня, но надо где-то там искать, далеко. В общем, нет, я сейчас не готов. Жалко, да. Но вы в интернет заходите, эффект Дженни Бекова, и тут же будут выскакивать ролики там, и все это. Фильм будут показывать, как Дженни Беков на орбите летит так, в невесомости, запускает это. Так что все это вы легко увидите сейчас. Это немножко напоминает анекдот про то, как вот, про волчок тип-топ, про то, как... Да, это тоже вот эффект тип-топа, переворот. Это тоже... А? Нюц случайно с собой. Ну вот его нету, но у нас вот в институте как раз Буравлев и Климов, они, так сказать, в последнее время вот этим тип-топом и занимались, чтобы описать, как, так сказать, этот тип-топ на ножке. Вот, и тут ножка. Вот если закрутить, он встает на ножку, переворачивается, и не сразу впустите, наклоняется, наклоняется, наклоняется. И вот если вы будете, значит, есть такая негалоновная механика, значит, методы негалоновной механики. Значит, описывается этот волчок как? Контакт в точке, и там, так сказать, связь в точке определенная записывается. И ничего не получается. Уравнения не описывают эффекты. А что, на что обратил внимание Буравлев? У него вот сейчас серия статей, по которым он, так сказать, показывает, что нельзя в точке определять время. На самом деле есть площадка. Хоть какая бы она маленькая ни была, надо интегрировать силу, локальную силу улона по этой площадке, честно получать момент, честно получать главный вектор силы и записывать уравнение движения. И к нулю, если мы будем стремить радиус площадки, то предельного перехода тут нет. Тут такая... Если понятно, что если мы стремим радиус площадки в нулю, то мы убьем весь тормозящий момент. Да, да, там все убивается. И ничего не получается. А если учесть, что в точке контакта там есть тормозящий момент, насколько я помню, там это достаточно очевидное все. И вот, кстати, я почему тут у меня, так сказать, цель... То есть тут важно то, что когда он наклоняется, то его центр масс поднимается. То есть он как не валяется, если он не вращается. Ну, вы знаете, вот это не так просто. Тут все-таки вот это честно, когда запишешь, там такие серьезные уравнения получаются. Ну, речь идет не о том, чтобы все подробно описать, а о том, чтобы поймать знак эффекта. Нет. Вот объясняется что? Что вот это верхнее положение, оно устойчивое. Вот это объясняется. То есть вообще-то это здорово похоже на маленький капица. Потому что когда этот тип-топ не вращается, просто лежит на плоскости, он как не валяется. А вы знаете... А когда вы его завращали, то у него положение равновесия оказалось перевернуто. Ну, да. Это нельзя было как-нибудь очень похоже на маленький капица. Потому что есть такое... Вот, я вам скажу другое. Вот есть волчок-флаграмша. Что такое волчок-флаграмша? Это как раз оси симметричное тело, которое вращается около, значит, неподвижной точки под действием силы тяжести, которая приложена, значит, к оси симметрии. Центр тяжести лежит на оси волчка. Вот это называется волчок-флаграмша. Это интегрируемый случай. И он интегрируется в углах рейлера, так называемых. Так вот, вертикальное положение волчка углами рейлера описать невозможно. Хоть она и интегрируется, но в силу особенностей вот этих углов рейлера, так как в сферических координатах, мы не можем на полюсе описывать движение. Потому что особая точка в сферических координатах. Потому что на полюсе долгота неопределена. Также тут углы рейлера неопределены. И вот Журавлёв предложил другой способ вводить координаты, наблюдаемые. Это координаты оси волчка. И вот это тоже интересная тема для обсуждений. Оказывается, в этих координатах уравнения будут такие же, как уравнения для маятиков и кругов. Вот они такие. Кажется, что не вверх отношусь. Вот я свет притушу, чтобы было бы сейчас. Тайные знаки передачи. Вот. Сейчас он дальше. Это как раз на тему приборота земли. Вот пока. Идем дальше. Вот. Он все выводит. Причем переворачивается он довольно быстро. Да. А почему это происходит? Потому что вот в узле в этом, в окрестностях этого узла, там очень медленно происходит изменение оси. Тут скорость, так сказать, вот этого перекрещения, она близка к лулю. А вот этот... Чем ближе к узлу, тем ближе к лулю. А этот период очень быстро проходится. И такое впечатление, что он как бы заморожен в этом положении, потому что тут время очень большое. А вот этот период... Так что вот такие. Ну, я исчерпался. Да, так вот, с этим волчком Лагранжа, если описывать их около положения вертикального положения, то получается Майкл Куков. И там есть такой критерий Маевского устойчивости волчка около вертикального положения. Он сразу следует из этих уравнений. Из теоремы Лагранжа. Поэтому вот это... Такой подход очень удобен для описания волчка Лагранжа. Не в углахейнера, а именно в этих килограммах. Вот, надо заметить, что... Что тут у нас довольно во многих системах, которые мы обсуждали, возникает вот это вот разделение в рюк. И когда тип-топ, то там есть быстрое вращение и сравнительно медленное его переворачивание. И вот эта вот гайка там, видимо, тоже можно разнообразно выделить. Быстрое вращение и медленное переворачивание. Да. Ведь все в основном физические задачи можно свести к таким простым постановочкам. Вот колебательные эффекты. Все можно наблюдать на достаточно простых моделях. А сравнивать в рюкзи. Как я понимаю, тут... Их надо вредить. Тут то, что вы описываете, это некоторая разновидность теории возмущения. Да. То есть тут надо обратить внимание к студенту, что это достаточно типичная ситуация. Что совсем честно посчитать не удается. То есть точно решить задачу. Но главное... А если есть какой-то малый параметр, по нему разложиться и договориться, что мы удерживаем членов там не выше какого-то порядка, то с такой модификацией задача уже решилась. Но главное, ведь физики, они пользуются честно. Сама модель, она не точная. Она сама содержит такие ошибки. Поэтому точно ее решать, решено смысл физически. Так сказать, всегда надо решать с той точностью, с которой не выше, чем сама модель это допускает. Поэтому, так сказать, вот этот метод космещения, он очень хорошо физики используется. Так, давайте поблагодарим. Может быть, за формулами уследить и не всегда получалось? Ну да. Ну а я их и не писал. Вы их показали? Пока, ну, но... Ну, вообще тут не такие сложные формулы. У меня вот студенты 2-го, 1-го курса быстро очень осваиваются. Но, конечно, студенты такие выше среднего уровня. Чтобы господинец, сидеть в тетрадку... Какие-нибудь еще совещания, комментарии, вопросы? Вопросы. Если, кстати, у кого-то появится желание проявить себя в какой-то работе, я могу сказать темы. У меня есть? Да, да. А вы, пожалуйста, спросите как-то насчет колебательных пружин. Вот вы сказали, что... Что горизонтальные колебания вызваны только погрешностью дай-тей, которую мы создаем как раз... Это Майкин Фуко вы говорите? Нет, про... Пружинные бани. Да, про пружинные бани. А, да. Да, 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 да. То есть, фактически, это, с точки зрения теории погрешности, это грубая ошибка вот то, что... Нет, ну, погрешность, это все-таки... Ну, это не погрешность измерения, это погрешность, которая его запускает. Ну, с которым запускаем. Вот если... Малое... То есть, малое случайное возмущение. А вот если запустить его в идеальную высоту, вакуум... А это невозможно, понимаете? Я же показал вот ошибка, ошибка вот, которая в эффекте джеребека, вот эта мю. Она под логарифм. Поэтому вы хоть 10 минут десятый, я же привел пример, вот вы делаете ошибку, действует, что вообще для нашей техники вообще невозможно. И все равно логарифм этой величины будет там порядка нескольких... Вопрос был право на этом фуко. А? Вопрос был право на этом фуко. Ну и право на этих фуко тоже самое. Там такая же ситуация. Все под логарифм... Вот около... При отклонении вот от точки вот этой вот... На пересечении сепаратрис всегда такая ситуация. По логарифмическому... Вопрос такой. Поставьте карандаш на курочек. Да. На острове. Да. И невозможно. Вы хоть как точно это все на месте, он все равно очень быстро упадет. Я бы еще обратил внимание вот эту аудиторию на то, что все это, в общем-то, имеет какие-то практические приложения, хотя, может быть, они специально не акцентировались и на первый взгляд могут быть не видны. Вот когда, скажем, обсуждался вопрос отрабления пузырьков, то для построения всяких вот очистных устройств, наверное, там, для химических реакторов, это бывает и кто-то. А вот эта вот задача с трением, в которой вы, Тельцов, это шибит. Известный шибит. Это что это? Когда начинают... Поделиваются шестые скидки самолета. Шасси начинают там вибрации, в общем-то, такое неприятное, которое было, так сказать, вот изучалось еще когда Киллберг был, но вот Киллберг изучил это все... Неверно. Теория у него неверная. В свете вот этой вот новой... Ну, а? Ну, Шиммер же как-то побороли. Ну, побороли инженеры, фактически. Это инженеры. Наука, кстати... А Шиммер сейчас... Что за вибрация? Можно тут поподробнее знать? Ну, я сейчас так подробнее четко не могу, не берусь, но, в общем, при посадке самолета, когда вот это вот колесо двигается под определенным давлением, он может, так сказать, начать вибрировать. Это нарастающая реванция. И, так сказать, это... Реванция. Вибри... Ну, посадке мешает, конечно. Иногда даже оба... То есть, типа флагтера тоже нарастающая реванция. Да, а флагтера это другая ситуация. Там, значит, это уже аэродиногическая тревога. А тут природа трения. Трения. А это, значит, трение, движение с трением. Если вот говорить про маятник Фуко, то, что вот Вы описали в виде диска маятника Лондона, то это, конечно, вызывает большие сомнения в том, что применима ли к нему эта модель, потому что тут явно будут аэродинамические силы, асимметричные. Ну, они очень малы. Аэродинамические силы здесь очень малы по сравнению с силой тяжести с трагерцией. Ну, если этот диск идет по углу... Он же движется-то не по плоскости по своей, а он движется именно по сторону малой оси. Тут надо смотреть, как этот диск разворачивается, и когда он разворачивается, каким... и так он этот эффект продемонстрировал. Если он этот эффект продемонстрировал, если при этом этот диск уже движется не в своей плоскости, то на него действуют несимметричные аэродинамические силы, которые как раз будут его отклонять. Ну, да. Ну, вот я это... Поэтому это отдельная задача, которая имела бы смысл отдельно продемонстрироваться. Ну, это, так сказать, на аэродинамическую силу видимо, никак особо не влияет. А потом они бы сами подправляют. Конечно, знаете, что вы... Самое главное в уровне подправить это же корректировка, всегда происходит корректировка. Так что это самое. Вы имеете в виду, что при повороте плоскости, колебаний, диск уже будет везти как бы под углом? Ну, да, да. Под углом будет аэродинамическую силу. Может быть, не знаю, но так что нужно сейчас... А вот тоже недолго. Тоже недолго. Я вот был в этом Исаакиевском соборе несколько раз. Это же до 80-х годов где-то он был. 90-е годы его закрыли. И быстро, ну, довольно минут 5 вот. Проходит минут 5 и он начинает по эллипсу двигаться. И, так сказать, эта эллиптичность вырастает, вырастает, его останавливают и заново. Но это 5 минут всё-таки видно, что за 5 минут происходит прецессия. Но я-то думаю, что вот это из-за этого отклонения, конечно, нелинейный вот этот эффект вот влияет. И этот эффект нелинейный тоже Журавлёв. Тут надо ещё смотреть, как, скажем, устроен подвес на инциденте линиевых. Ну, этот подвес там ролик никакой не играет. А Журавлёв там на 92 метра там, чего там. Так, вопрос. Журавлёв от Виктора Филипповича. А? Журавлёв какой? Виктор Филиппович Журавлёв. Вот как раз академик РАН работает в нашем институте. И в институте проблем-механики. Имени Шуравлёв. Он, конечно, ученик Шуравлёв. Есть ещё другой Журавлёв, который занимается там поборщикой управления, чем-то ещё. Вот. Надо выглядеть. А это Виктор Филиппович У него есть учебник теоретическая механика. Вот, кстати, это один из лучших учебников теоретической механики, если вы глубоко хотите изучать теоретическую механику. И там вот метод нормальной формы, кстати, изготавливается. А ещё он заведовал как-то в ретёжной хранит. Раньше заведовал. Что? Раньше заведовал. Раньше призывал. А сейчас он не хранится. Вот. Ещё вопросы панетарий. Вы говорили про московский планетарий. По-моему, там как раз Дженнибека сейчас и заведует. Что? По-моему, сейчас Дженнибека заведует московским планетарием, если я не ошибаюсь. А-а-а. Ну, надо вот ему сказать про это. Ну, он же и свой эффект, вот, этот эффект показывают в музее по космонавству эффект Дженнибека. Как необъяснённый учётный эффект. Понимаете? «Но ведь Дженнибеков-то он как? Он обратился к научному сообществу. Вот объясню, вокруг него скучковалась группа сразу людей, которые, так сказать, и начали ему объяснять, что вот это очень грандиозно, это очень важно, земля может перевернуться и так далее. Ну, и сориентировали его вот на этот лад. А то, что говорили ну, вот, Шуравлёв в том числе, на это же внимание не обращают, это же сложно, это уже надо сепаратрицу понять, что такое, то есть логарифт, узнать, что такое понимать. Нет, в сепаратрице это все слишком понятно, надо же собрать деньги на ремонт провала, чтобы не было вот именно. Вот у нас, к сожалению, привалирует вот это направление. Вот поэтому вы, молодые, должны переломить эту ситуацию и мракобесие остановить у нас. Срочно применять 58 статью, что ли? что-то такое надо делать. Иначе мы в средние века будем переходить, будем изучать, сколько ангелов на кончике копья понесли. Вот. Дискуты проводим. Ну, если вопрос кончится, давайте еще раз позже. Спасибо. Спасибо.